Приветствую всех! Прежде чем я перейду к печальной новости, на территории Австрии убит очередной YouTube-блогер из Чечни, я хотел бы напомнить тем, кто хочет находиться в контакте со мной по-прежнему, переходите на канал Каспар Фру и Ковчег Нуа. Это два моих новых канала, где я буду говорить с вами на разные темы. Ну а теперь основная новость. В австрийском городе Герасдорф, близ Вены, застрелили россиянином, который находился там в статусе политического беженца с 2007 года, и везде в немецких газетах он указывается как Мартин Б. Ну, сейчас уже выяснилось, что зовут этого человека Мамихан или Анзор из Вены, так, по крайней мере, он себя называл, и он вел YouTube-канал на чеченском языке, где резко критиковал кадровский режим. Имя сменил буквально недавно, ну и, как сообщают австрийские газеты, был застрелен фактически в центре города неизвестным человеком прямо выстрелом в голову. Через несколько часов человек этот был задержан, действия свои он не отрицает, также является жителем Чечни. Ну и вот сейчас, буквально последнее сообщение, был задержан и второй человек, который сначала был задержан в качестве свидетеля, ну а затем в результате небольшого допроса выяснилось, что он начал путаться в показаниях и предполагает, что это тоже соучастник преступления. Бывший экс-политик Игорь Масичук подтверждает, что он боялся покушения, предлагал Анзору попросить личную охрану полиции или, по крайней мере, носить бронежилет. По его же словам, Анзор от этого отказался, либо не видел опасности, либо, как в данном случае, понимал, что это бессмысленно, ибо убит он был выстрелом в голову. Печальная, конечно, новость. Я абсолютно не знал о существовании этого блогера, так как вещал он о чеченском языке, но, скорее всего, людям из Чечни, наверное, он знаком. Я, прочитав это сообщение, хотел бы только добавить, что на фоне вот таких случаев все ужаснее и мерзотнее смотрится, например, заявление такого блогера с хитрой мордой Вадима Охарчка, заявившего недавно, что его, дескать, заказали за критику мэра города Геринджика. Какие-то спортсмены возьмутся нанести ущерб его здоровью. Так вот, хотелось бы донести до этого морального урода, что когда людей хотят убить, их вообще-то убивают. Обычно без всяких предупреждений, вот так вот выстрелом в голову, и никуда даже не скрываются. По всей видимости, они понимают, что им здесь ничего не грозит, их вышлют в Чечню, если выяснится, что это чеченские граждане, ну а там они, скорее всего, даже получат поощрение за свою работу. Если же их каким-то образом будут судить здесь, то, к сожалению, по европейским законам, сильно большие сроки им не светят. До шести лет, ну и при нормальном поведении, через три года уже выйдут на свободу. Вот так вот недорого стоит жизнь человека. Жаль, конечно, им, как вы видите, даже 13 лет жизни за пределами России, смена имени, тем не менее, не помогли этому человеку. Светлая память, ну и позор всем тем, кто пытается эксплуатировать эту тему и раскручивать на подобной тематике свои каналы или свое гнусное имя. Вот так. Светлая память